Туристов можно приглашать и в театральные путешествия. Вот в Омске создали спектакль о землячке художницы Риме Камкиной. На премьеру ждут ценители живописи, а также тех, кто любит Пушкина. Зрителям покажут Пушкина Камкиной. И в целом авторы постановки намерены удивить новым подходом к работе. На последней репетиции побывала Алла Аксенова. Он у нас один и больше у нас на планете даже таких нет. И я вам скажу, что это явление космическое. То ли документальное кино, то ли спектакль. Необычную постановку создали в Омском театре живописи. За основу взяли интервью художнице Риме Камкиной, где она рассказывает о любви своей жизни, о поэте Александре Сергеевиче Пушкине. Интервью по рассказам авторов спектакля длилось 6 часов. Для зрителей отобрали только 20 минут самого главного. Доснула струйный глаз. Сердца людей прольется. Сердца прольется. И струны трепетные посыпают, посыпают полностью. В какой-то момент Камкина умолкает. И на первом плане оказываются актеры на сцене. Они продолжают рассказывать о жизни великого русского поэта в прозе, стихах и песнях. Но самое важное в этот момент происходит на экране. Там друг друга сменяют акварельные картины руки художницы Камкиной. На них в основном тоже Пушкин. Потому что пушкинская тема, пожалуй, основная в творчестве Риммы Петровны. У нее оказалось только Пушкина. И видеть надо человека, который рассказывает, сколько любви у нее к Пушкину. Вот тогда вот эта идея возникла. Рассказывать о Камкиной и вместе с Камкиной рассказывать о Пушкине. Через Камкину мы понимаем, что вот у нас во всех Пушкин он у нас растворен. И в Камкиной вот эта любовь, это все в акварелях. В Москве, в Питере знают, на Кремском валу. А в Омске вот нам очень хотелось просто рассказать о ней. Пусть это поздновато немножечко, но лучше поздно, чем никогда. Сценарий пишем сами, пишем от руки. И вот это колдовство уже идет изначально, с самого начала. И все это тусуется, перемешивается, собирается в какой-то единый спектакль. И, естественно, выбираются только те моменты, которые тебя действительно трогают и которые тебе интересны. Спектакль авторы назвали смело. И, пожалуй, еще никто не отзывался так о великом гении. Пушкин – славный парень. Но, как объясняет художественный руководитель, желание придумать яркое и привлекающее внимание название не было. И вообще эти слова принадлежат самой Римме Камкиной. А зацепить зрителя хотят другим – простотой и искренней любовью к Пушкину, чтобы слышалось это в каждом слове и звуке. Кстати, для спектакля специально подобрали семь песен, которые звучали, хоть и не во времена поэта, но очень подходят для рассказов о нем. Наших истинных друзей, здравствует время гордых планов, пылких глядв и долгих встреч. Я думаю, что не будет ощущения, что они не пушкинские. Они очень подобраны так чутко. Все должно быть соответствовать и быть обязательно. На наш вкус, во всяком случае. И зрители это, по-моему, должны почувствовать. Премьера спектакля в Театре живописи 7 октября в 3 часа дня. Главным зрителем в зале станет сама Римма Камкина. И это будет подарок в канун ее дня рождения. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Продолжение следует.